Сюда тут такое страстное письмо Линшится, это значит, что это на канале Это что-то зарядка, блин, три поля Такая, покажи мне Первый раз мы рассматривали просто, что такое фермижидкость Второй раз мы рассматривали взаимодействие И вообще, я говорю, поделение этих итогов Основное положение – это теория фермижидкости Они, в общем-то, простые И дальше вопрос только как с помощью этих основных положений Что-то реальное действительно описать Основное положение заключалось в следующем Первое – это мы считаем, что спектром возбуждения в системе Имеет фермижидкость характер То есть, есть граница фермии, где, так сказать, При нулете температуры, состояние все ниже него занято Энергией, а, соответственно, если состояние характеризуется импульсом То занято состояние внутри сферы с импульсом По данным фермижидкостью импульсом А снаружи все свободны Значит, возбуждение дифферминизуется Ну, не при функции распределения, да Которые воспринимают температуру соответствующую Все у нас занято То есть, состояние ниже энергии фермии А снаружи свободны Так, дальше Из сферных, сколько характеров этих возбуждений Средует и то, что энтропию мы можем записать как минус сумму Ну, по П Ну, и спиновый индекс сюда же По гипоспину считаем, что все вынуждено Это просто гипоспин Так, алгоритм РП Значит, плюс единица минус Распределение алгоритма Единица минус РП Так, вот Вот то, что у нас есть Теперь Значит, второе Значит, второе Это то, что энергии системы Есть функционалы функции распределения Какой это? Функционалы функции распределения Мы считаем, что мы медленно Адиапатически включаем взаимодействие И у нас получается, значит Состояние взаимодействия системы Но энергии есть функционалы Функции распределения Так, вот эти частицы Так, дальше что Так, дальше мы ввели Значит, так А, мы написали дальше функцию распределения Да? Дальше мы написали функцию распределения И получили, что функция распределения Из условия, значит Экстремума энтропии При, так сказать Ну, или минимум Откределенческого потенциала При заданном числе частиц И при заданной энергии А число частиц у нас Ну, П на В полную часть Это сумма ОП Экстремума То есть, в этом случае В смысле Число исходных частиц И число вот этих квазичастиц Оно одинаково Так Вот И энергия Если бы была не взаимодействующая система То просто энергия Частица Зависящая от импульса Мы свернули бы Мы вот эту штуку Написали по концу МОВ П На 2Н А здесь П Не взаимодействующая система А взаимодействующая Мы можем только сказать Что это будет деятельность Коннекционного Распределения И Значит П Для Ф Тогда получается Выражение Вот такое Единица П На Т Так Где Если Эпссилон П Это Значит Определяется Вот это Эпсилон П Определяется Вот это Что изменение Энергии системы При изменении Функции Распределения Это То есть Если добавить К системе Одну частицу Энергия Всей системы Изменится Мы опять Адиабат an включим взаимодействие, мы получим другую энергию, вот разность этих двух энергий систем с n и n плюс одной частицы, и будет вот это ε над p. Так что ε над p, это в этом смысле варюационная производная от этого функционала ε от f по Δ f. Вот это то, что мы сюда дальше. Эта величина, вообще-то говоря, должна, вот зависит от функции распределения стал, вот эта величина. Ну и соответственно это уравнение для нахождения ее на функции и химического потенциала, и температуры. Химический потенциал, как говорится, химический потенциал это то, что у нас при t равном 0, это есть вот энергия последнего занятого состояния, ну а при конечных температурах, как обычно, определяет свое условие, что n – вот это заданное число частиц. Так, это вот следующее, что у нас есть. Ну и третий момент, который мы вот в прошлый раз обсуждали, это то, что сама вот эта лепсилла над p, то есть вот эта величина лепсилла над p, это и должна рассматриваться как энергия квазичастицы, так. И она в этом смысле является гамильтонианом квазичастицы. Вот функции гамильтона для квазичастицы, вот аналогом классической функции гамильтона, p квадратного 2n, где-то свободных частиц, будет вот эта штука. Она на самом деле будет сама функционалом функции распределения, и, значит, ее тоже можно разложить, так сказать, разложить и написать, что изменение у нее, то есть сумма по p' 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 Где вот это fp' p' p' Ну, это будет, соответственно, первая вариационная производная вот эта, функционала on competence, это функционал f' p' p', или, соответственно, вторая вариационная производная от этого функционала энергии, неизвестному вообще, ну какой-то есть, df' p' 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 вот дальше, вот эта штука, эта функция, описывает, вообще-то говоря, взаимодействие квазичастицы, Потому что это добавка к энергии этой частицы от изменения состояния всех других частиц. Если вы возьмете одну какую-то частицу, то это взаимодействие вклад в энергию этой квазичастицы, а вот этой в другой частицы. А на самом деле это по всем суммируется. Это среднее поле фактически. Это некое среднее поле, действующее со стороны всех других частиц на исходную частицу. Вот такое взаимодействие. Взаимодействие при этом не является слабым. Слабым является степень возбуждения. Я в прошлый раз это описал. У нас вот это дельта пи п, сумма по п, вот это должно быть мало по сравнению с полным числом частиц. Вот это должно быть мало. Или вблизи энергии. Ну для неоднородных и там зависящих от времени возмущения мы еще поговорим. Потому что здесь возмущение у нас фактически сводится просто к добавлению и исчезновению каких-то частиц просто. Вот так. Ну либо однородных изменений температуры, ничего. Сейчас однородные. Да, да. Хорошо. Так что вот, ну и второе, что вот то, что нужно, такую поправку, учитывая, что она не является малой. Мы специально рассматривали, например, свободную энергию. Видели, что в разложении свободной энергии два члена, один, который происходит вот от этого разложения, как бы от члена первого порядка, а это член целого второго порядка, как бы в разложении. То есть вот разложение энергии, если написать, то это будет сумма по п, и вот ощущение такое, что это член как бы второго порядка, это первого порядка. И вот этим можно пренебречь все. На самом деле это не так, потому что, если мы рассматриваем свободную энергию, то вклад, значит, членов вот первого порядка и второго, они окажутся от одинакового порядка, потому что там суммирование идет по отклонению от энергии фирмы еще. А это отклонение, так сказать, малого положения, потому что там малая часть. Поэтому этот учет от этих слагаемых, он должен быть в такой вот сильно взаимодействующей системе, эти слагаемые должны быть и должны где-то проявляться. Вот, в общем-то, вот вся наука фирмы жидкостная. Дальше, как отсюда, так сказать, что-то извлечь? У нас это вся наука, которая пригодна для рассмотрения возмущений одногодных и стационарных. То есть, вообще говоря, то, что рассматривается в термодинамике. Например, когда однородные стационарные возмущения, вот у нас все есть, мы можем всю термодинамическую науку развивать дальше. Мы с вами сделали следующее. Мы рассмотрели, значит, эффективную массу частиц, назвав эффективной массой коэффициент пропорциональности, грубо говоря, между импульсом и тем, что входит в выражение для импульса. П, значит, скорость частицы должна быть, деленная на Н. Так вот это то, что здесь, или коэффициент пропорциональности между импульсом и скоростью, мы его назвали эффективной массой. Так вот этот коэффициент, эффективная масса, понимаем мы вот таким образом, она, так сказать, была нами, ну, в прошлый раз было получено уравнение для нее. Так, исходя из каких соображений? Что плотность импульса, импульс единицы объема равен потоку массы, просто, потоку массы. Вот исходя из этого мы, так сказать, и написали. Мы написали импульс единицы объема, это P на F, так, сумма по P на F, да, вот. Должно равняться потоку массы, а здесь сумма по, значит, P, 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 так, да. И вот, так, где P, P, это, P, это скорость частицы, это D, D ε, P, 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 D, D, D. А это, что у вас, это есть D, D ε, P, P, вот так. Вот так мы написали. Мы написали вот эту программу, написали как вот эту производную d εp, а эта штука у нас есть, как бы содержит две части. Есть d εp, есть d εp, dp, и то, что соответствует без изменения функции распределения. И сумма по dp, которую мы представили как d εp, а здесь d εp, dp. То есть вот это, это опять скорость, это, так, где у нас ещё скорость должна быть? А, нет, вот-вот мы что с вами сделали. Понял я, что мы не так сделали, да? Мы проварьировали вот это выражение. Вот здесь у вас получилась сумма. Масса – это масса голой частицы, это вот плотность, поток массы. Масса частицы на поток, который вот здесь, скопость, так? Значит, тогда вот здесь будет, значит, b, если проварили, вот дельта fp, так, b, ну, подъемная 0, чтобы вот там не таскать вот здесь, везде. А здесь будет сумма по p, дельта d εp под dp, dp. Так, и вот это мы с вами расписали как две части, да? Итак, значит, первая сумма по p, это, так, d εp под dp, так, d εp под dp, так, ну, а f. Ну, это мы начинаем со скоростью, так, и что мы там дальше еще тогда делали? Так, мы же, ну, по-моему, просто… Так, так, так… Так, d, дельта εp под dp. Да, в первом слагаемом. Там же… в первом слагаемом. И в первом слагаемом мы варьируем вот эту штуку. Дельта, вот эту. Так. Здесь дельта будет вот от этой штуки, вот от этой. Вот так. Ну, конечно, мы ее можем переставить, так, df под dp, да, df под dp, так, df под dp, так, df под dp, так, df под dp, так, df под dp. Опять, вот эта будет скорость. А здесь будет, значит, df под dp, так, 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 df под dp. Опять, опять вот эта будет скорость, а здесь будет вот эта добавочная скорость. Так что у вас будет сумма, df под dp будет дf, так, df, так, dF, так, df, так… будет равно минус. А вот внеинтегральный член получается, да, оно 0, это потому что у нас essa df, а если df под dp, то у нас существенно… Да, на пределах интегрирования не существенно. Несущественно. Значит, этого и уйдется. Остается, значит, тогда вот этот член с минусом, сумма по П, дельта епсилон П, ДФП по ДФ епсилон П. Я, к сожалению, не помню, как у нас там было, но вот сейчас мы видим, что это вот так должно быть. Вот это В, П, так. И второе, и последнее слагаемое – это вот это. Это В, П на ДФП, так. Это плюс сумма по П, В, П, ну вот, давайте, пишем, ДФП по ДФП, ДФП, вот это опять ВП. То есть вот отсюда видно, что у нас есть уравнение. Ну, как, так, где у меня вот это ДФП, 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 вот здесь нужно тоже выделить тогда ДФП в этом слагаемом счет. Это будет минус сумма по П, по П штрих, так, вот это ДФП, это сумма по П штрих, ДФП штрих, дельта ФП штрих, так, ну и я вот это и хочу написать. Это будет ДФП по ДФП штрих, так, дальше ДФП по ДФП, а дальше ДФП по ДФП. Ну, а теперь я хочу написать это так, чтобы ДФП, то есть здесь будет сумма по П штрих, ДФП, здесь будет минус сумма по П, напишем, так, так, и сумма по П штрих. Вот это ДФП штрих, П штрих П, переобозначим индексы, вот эти переменные, по которым идет интегрирование здесь, вот по импульсу. Просто я не интеграл, написал вот эту сумму, на самом деле это интеграл по импульсу, как надо, в общем. Так что, сделав замену переменных, переобозначив переменные интегрирование, П штрих П будем обозначать П штрих, а П штрих будет обозначать П. Тогда вот здесь будет П, вот здесь в конце будет ДфП, тогда вот это будет ДФП. А здесь будет dfp' по dfp', dfp', dfp' по dfp', ну и вот на это dfp'. Ну и последнее слагаемое, как было, так и останется. Значит, плюс сумма по p, dfp' по df, dfp'. Значит, это все можно записать как сумму по p, dfp' по dfp', dfp' по dfp', дfp', dfp', 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 df' dfp', 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 df', dfp', dfp', dfp''. Дальше. Плюс сумма по П вышла у нас, значит, здесь состоится. Плюс ВПП. Вот оно. Последним программам будет ВПП. Ну и все это вот здесь на дельта ФПП. Дельта ФПП стоит. Ну и это все равно нужно. Я все перенес. А, я перенес в ту часть, значит, вот здесь будет минус. Ну, в силу произвольности этого, так сказать, вариации функции распределения просто, потому что я написал равенство, которое взял, потом провагировал функцию распределения. В силу произвольности этой вариации, конечно, нулю должно равняться остальной. Это будет П на М0 плюс вот эта сумма. Сумма П штрих П. Ну, П штрих П у меня было. Давайте так писать. Здесь будет П на М0. На самом деле это и есть уравнение для скорости. ВП равно чем? ВП будет равно П на М0. Скорость. Это Support. Вот это производная, это производная по ректору, поэтому это скорость. И здесь тоже самое вешу. А вот здесь будет плюс теперь. Сумма П штрих П штрих П штрих П штрих П Штрих П п штрих П штрих П п штрих П штрих. Вот, интегральное уравнение для скорости, на самом деле. Вот возникает интегральное уравнение для скорости. Ну, отсюда, вот, решение этого уравнения, оно нас, собственно, интересует. Я его в прошлый раз написал просто, но оно, вообще-то говоря, напрашивается, потому что что видно? Ну, сколько бы мы ни упражнялись, мы видим, что В направлено по П. И вся угловая часть содержится вот в этом направлении. Поэтому вот это В можно представить как П на некий коэффициент, который назовем. Тогда получаем уравнение для эффективной массы. Получаем ПП на М равно П на М ноль плюс сумма по П штрих. ФП штрих П. ДПП штрих по Д вексилон П штрих. А здесь П штрих на М. Ну, а дальше что? Вообще говоря, вот здесь есть интеграл П штрих с вот этой функцией. Так, значит, П штрих, если у нас введена какая-то сферическая система координат, например, с осью Z вдоль П. Так, тогда вот здесь будет, эта штука будет содержать косинус угла между вот этими. Между П и П штрих. П и П штрих. Так, косинус. Косинус с вот этим интегралом только тогда, когда здесь тоже появится косинус. То есть полинамбли-жандр с индексом П. Там же с индексом единицы. Так, вот здесь будет косинус в этой системе кардинал. А в этой функции, если написать ее как разложение, П штрих, как разложение по углу между этими импульсами, то это будет сумма там по R, как мы записываем до бесконечности, ну, 2L плюс единица. Дальше мы писали коэффициент альфа-L, так, или если ввести плотность состояния, вот G умножить, тогда вот этот коэффициент мы обозначали как букву А, П. Так, а здесь возникали полинамбли-жандр от косинусу угла между П и П штрих, как раз. Так, и видно, что, значит, отличный внуль от интеграла по углам, если вот здесь выделить интеграл по модулю, интеграл по углам. Для сферической поверхности фермы это все уйдет к интегрированию по энергии или по модулю, а интеграл по углам будет выполняться отдельно. Здесь будет косинус, и здесь должен будет появиться косинус. Поскольку косинус это есть полинамбли-жандр П1, П1 от косинуса грамма, это и есть просто косинус грамма, то тогда, отличный от нуля будет только тот интеграл с полинамбли-жандр П1. Со всеми остальными всего, автогональность этих полинамбли-жандр может быть просто. Так что останется коэффициент А1, а здесь интеграл, который возникнет. Интеграл этот, ну, интеграл ортогональности у полинамбли-жандра это 2 на 2L плюс 1. Ну, в данном случае 2 трети как раз. Двойка будет соответствовать тому суммированию, которое у нас там необходимо, чтобы вводное состояние получить, а 2L плюс 1 сократится. Ну и останется тогда у вас что? Останется следующее, здесь останется вот это, П на Н, П на Н просто в этой системе. Здесь останется П на Н, а здесь останется плюс, так, а почему у меня плюс? Плюс, ну плюс, да. Плюс вот этот коэффициент А0, ну, а от интегрирования по модулям, модуль захватит вот это, ну и полинамбли-жандр. То есть, если температура достаточно низкая, то это дельта-образная функция. Чего она? А1. Что? А1. А1, да, А1, простите, да, А1, конечно, да, А1 функция. То вот это, это дельта, это минус дельта-функция, фактически, минус дельта от ε ван P минус z, фактически, то есть все остальное берется на поверхности фирмы. А здесь будет минус плотность состояния, которая возникнет, которая компенсирует ту, которую мы вот ввели, и вот здесь для того, чтобы разложить функцию, потому что коэффициент А это разложение функции G на F, что есть прощение, и это плотность состояния. Так что вот плотность состояния возникнет, то есть, если разлагать вот эту функцию, то у нас здесь должно стоять единица А1 на G, потому что А1 коэффициент разложения вот этой функции безразмерно на G. Оставшаяся сумма это вот минус df по d ε. А, с плюсом. Так вот это с плюсом, это минус плотность состояния. Вот он, минус, поскольку это минус дельта функции. Это даст минус плотность состояния. Ну, а здесь тогда осталось опять то же самое P на минус. Просто по величине. Это тот, потому что коэффициент разложения вот этой функции G, F, P, P' на самом деле это, значит, А1, а дальше косинус, это P на P. А, ну тут произведение модуль, P, 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 P. Это и есть косинус. Когда мы отсюда косинус проинтегрировали, то вот это остался этот импукс, но у нас выбрана так система координат, что, скажем, пусть z направлена до вектора P было, тогда вот это просто модуль P, и здесь тоже будет модуль P. Вот и все. И он везде, так сказать, этот модуль P может сократить. Остается уравнение для M. Остается просто, ну, алгебраическое же уравнение для M. Просто единица на M равно единица на M моль минус А1 на M. Вот и все, что у вас остается тогда. Можете аккуратно это выполнить все. Отсюда M получается что? Ну, единица на M. Так, это будет единица плюс А1 равно единица на M моль. Ну, отсюда видно, что M равно единица плюс А1 на M моль. Вот, значит, эффективная масса, введенная к эпиценту пропорциональности между импульсом и скоростью, она на самом деле вот такая вещь. Значит, вот она, так сказать, ну, как масса этой квазичастицы будет, так сказать, фигурировать в разных случаях. Потому что у нас как раз мы работаем-то как бы в импульсном представлении, у нас везде будут фигурировать импульсы, ну, и, в общем-то, где у нас масса появится? Точно так же, как вот она появилась здесь, она появится тогда в энергии квазичастиц, как бы, как P квадрат на 2M. И вот фигурировать будет вот эта масса, масса M0 на единице плюс А1 везде. Так что вот это явное проявление этого такого лишь частичного фирмы-жидкостного взаимодействия. Вот на этом мы в прошлый раз как раз закончили. Я хотел бы вот сегодня рассмотреть эти равновесные свойства термодинамические, вот такой фирмы-жидкости, чтобы с этим закончить, и дальше перейти к рассмотрению неравновесных, когда зависит от координат и времени, когда нужно переписать кинетическое уравнение, все прочее. У вас явление переноса кинетической теории было? Или сейчас идет? Или вообще бесполезно? Кинетические уравнения были, да? Так, физические и скрытики как? Кинетика. А это кто вы читал? Кучинский. Кто? Кучинский. Кучинский. А, вот, все. Вот то и все рассказывал, то есть про кинетическое уравнение вы знаете. Вот я потом в следующий раз, по-видимому, уже хочу поговорить про неравновесные штуки, про кинетическое уравнение. Я не буду обсуждать там тонкости, которые обсуждали к Кучинске, наверное, все связано с интеграемным столкновением, еще с чем-нибудь. Я этого касаться не буду. и вообще, когда столкновение по возможности выкинуть здесь. А то, что связано с взаимодействием, вот это мы и попытаемся там учесть. Но для начала рассмотрим равновесные свойства. Равновесные свойства. Вот одно мы вычислили, вот эффективную массу получили, так сказать, неожиданно. И вот еще раз хочу сказать, что это догадка, что ли, как сделать, как ввести эффективную массу частиц. Значит, она, в общем-то, Ландау подстегнула, как он сам это дело описывает, и другие описывают, как это подстегнуло к написанию этой теории, теории сильно взаимодействующих фермерских частиц, теории фермерных жидкостей, применительно гелию 3, он предписал. Гелию 3, значит, как можно это, так сказать, додуматься, сделать. То есть, как ввести? Ввести фактически вот это среднее поле. То есть, частица движется, она фактически одета облаком взаимодействия со всеми другими частицами. Поэтому ее как бы масса другая. Можно вообще детально смотреть, как движутся, как частицы движутся, и как движется вот это поляризационное облако. Частица движется, облако поляризуется, тормозит ее, там прочее. Это, такие тонкости можно развивать довольно долго, там, и детально рассматривать, как там все это происходит. Но никакого смысла в этом нет, потому что на самом деле нужно вам. Все равно движение этой вот частицы, как некоторого общего образования. Голые частицы, окруженные облаком своим. Как они перемещаются промеж собой, что отстает, что, так сказать, опережает, что в одну сторону движется, что обтекает и уходит в другую, там, детально можно смотреть. И это там люди в свое время рассматривают, но это дальше никому не нужно. Потому что дальше просто рассматриваются движущие из частиц, которые одеты облаком, обусловленным взаимодействием со всеми другими частицами, и это перенормирует, в частности, ее вот массу, и все практически, вот здесь, в таком простом варианте, вот этой диориферной жидкости. Можно там более сложные какие-то варианты делать, много компонентов, еще что-нибудь там, и так далее, и тогда будет там сложнее. Но здесь ничего больше нет, вот, и теперь равновесные свойства. Из равновесных свойств самое простое, это, значит, сжимаемость. Мне, так сказать, ничего не надо больше уже для того, чтобы рассмотреть просто сжимаемость. То есть, как эта штука сопротивляется сжатию, ну, сжимаемость или обратная величина, вот, назовем, сжимаемость, допустим, каппа, а единица на каппа, это будет на зону пробности. Ну, и я буду рассматривать такой изотермический модуль упругости, чтобы температура не двигать, не будет, и все. Изотермический модуль упругости. Обратная величина, это просто сжимаемость. Прям так, это В, В под, как там, для модуля упругости. В под, сейчас, допишем. Это, вообще говоря, самые разные варианты есть, описание вот этого модуля сжимаемости. И, значит, по-разному они, так сказать, как бы вводятся. Да, КППДВ. Сейчас я вот начну с термодинамического потенциала. Так, я хочу рассмотреть равновесные термодинамические свойства. Как вы, ферме не слышите. Изотермический модуль упругости. Значит, минус В, ДППДВ. Вот, обратная величина, это сжимаемость. А модуль упругости, он, в частности, будет определять в этой системе, это скорость продольного звука, например, просто. Скорость продольного звука, вроде, должен определять вот этот модуль. Это мы с вами еще посмотрим. Вот в газе есть тоже модуль упругости какой-то, вот продольный звук, пословно, как раз сжимаемость этого газа или модуль. Вот этим продольным модульом держать. Модульом все стороны выжать. Вот он у меня и написан. Это ДППДВ. Так, значит, как это дело вычислять? На самом деле нужно вот ДППДВ и вычислять, собственно. Все, при постоянной температуре, при этом ты изотермически модуль, 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 можно сжимать сжимаемость. Так, давайте я введу термодинамические потенциалы. У вас в термодинамике и с тот физики вводился такой потенциал, да? И вводился, наверное, вот так. Как минус Т, сумма. Ну, опять я по П напишу. а здесь логарифм е в степени минус е в степени минус е в степени минус е в степени минус е в степени значит, надо что-то еще писать вот это, вот термодинамический потенциал если у нас есть система частиц, которые задаются с энергией и ε над p то, вообще говоря, в общем случае мы должны были бы написать опять некий функционал хитрый но если статистика у нас определена, то мы требуем от этого функционала что требуется? что требуется, чтобы число частиц духовное число частиц равнялось d омега по d z с минусом, по химическому потенциалу дальше, энтропия, чтобы равнялась d минус d омега по d t ну давайте вычислим, берем вот это выражение и просто вычисляем вот эту штуку значит, это будет что? минус t, плюс t тогда будет сумма по f от логарифма единица на единица плюс e минус ε минус z на t минус, здесь на t, так, здесь минус так, и теперь производная от этого выражения по температуре это, во-первых, само e в степени минус ε z на t так, во-вторых, производная от этой штуки по температуре это ε на z на t квадрат так, минус уйдет, поскольку в минусе так, ну в результате у вас вот этот одно сократится, так дальше что будет? вот так, вы простите, это мы не по t, а под z дифференцируем, да? под z дифференцируем под z дифференцируем, это будет минус единица на t, и все плюс единица на t даже плюс единица на t, так и тогда у вас t действительно сократится и здесь останется сумма по f на эту поделим, будет единица на единица плюс e в степени от лиминзита на t это есть сумма по f, а это как раз есть и этот p нашли этот p так что это в действительности то, что должно выполняться вот, оно действительно выполняется так что этот потенциал ну точно так же с выражением для энтропии дифференцируем по температуре это будет минус t плюс t, поскольку вот здесь минус так, сумма по f так, логарифм даст единицу на единицу плюс е в степени минус епсилон минус z на t так, епсилон е в степени минус епсилон минус z на t еще подпроизводные вот это экспоненты и производная от выражения вот в экспоненте которое по температуре это будет что у вас тогда? это будет по их температуре это будет минус, значит это будет епсилон минус z на t квадрат, так а, на t квадрат это тогда, когда я дифференцировал по температуре вот эту штуку, так теперь есть еще член от дифференцирования вот по этой температуре, да? тогда будет минус, плюс сумма по f логарифм вот этого единицы минус е в степени минус епсилон p минус z на t так, вот эта штука так, ну и, Вашенька, к чему это все сведется? да, так, вот здесь у Вас будет эфиренцирование, скажем, c f от p так, здесь будет епсилон минус z на t одно t сократится епсилон минус z на t так, ну и надо посмотреть получится ли это выражение диэнтропии я думаю, что получится но давайте мы выражение диэнтропии возьмем и его как раз попробуем преобразовать чтобы показать, что такое же из него получается чтобы выражение диэнтропии у нас было вот такое минус t сумма по p f от p единица минус f от p логарифт единица минус f от p так, вот выражение диэнтропии его можно записать вот так как минус t сумма по p f от p так, а здесь вот я члены с f от p единию логарифт единица минус f от p так, и плюс еще логарифт единица минус f от p вот он, сейчас вот это единица логарифт единица минус f от p вот ну то же самое написано теперь вот это значит, f от p единица минус f это, так, сливательно пишем единица плюс е в степени назовем а преимущество там совсем единица минус единица единица плюс е в степени какое-то это епсилон минус z это деленное на t так, приводим к общему множителю так, это сокращается в знаменателе остается е в степени альфа е в степени минус альфа так, поэтому логарифм вот этой штуки это будет ну, вот вообще так говоря минус альфа то есть это минус f от p минус z от p так что вот это все так, ну дальше единица минус f от p единица минус f от p это единица минус единица единица плюс е в степени альфа так, подставляйте сюда е в степени альфа единица плюс е в степени альфа так, ну и теперь сравниваем с тем, что у нас тут получилось Что-то у нас и так, ничего похожего у нас не получилось, да? Так, логарифтем вот этой штуки, да? Так, первое, почему? Так, это откуда взялось у нас? Это откуда взялось? Это мы по t продефиницировали? По t продефиницировали, а там же будет… Там плюс? Вот здесь плюс, да, вот здесь будет плюс, так? Это будет плюс. Вот эта штука, это есть вот эта штука, это единица плюс e в степени минус а, так? То есть единица плюс е в степени, единица, делённая на е в степени а. То есть это есть единица плюс е в степени а, делённая на е в степени а. Так? То есть с другим знаком это то, что у меня там, так сказать, стоит. Ну, действительно здесь плюс, а там у меня стоит действительно вот с другим знаком тоже так. С учётом вот этого знака, член с алгоритмом, такой, какой надо, так, кстати, получился. Так? Так, теперь, следующий член. Следующий – это вот это. От fp на вот эту штуку. fp на альфа. Так? У нас с учётом вот этого знака получилась fp на альфа. Всё. Так что в этом смысле у нас всё, так сказать, получается. То есть то, что мы… Вот это – это выражение диэнтропии. Вот то, которое там написано. Так что в этом смысле термодинамический потенциал, который я написал и который нужно рассматривать при заданной энергии, так, так, и дифференцировать, так, то он даёт нам то, что нужно. И поэтому на самом деле мы можем рассмотреть вот сжимаемость прямо исходя вот из этого термодинамического потенциала. Так, давайте термодинамический потенциал. С dp по dv, да? dp по dv. dp по dv. dp по dv. Значит… Есть нюансы, конечно, тут. Вот этот термодинамический потенциал омега, он уже пишется как… Омега, он будет минус p на v. Либо, соответственно, должно быть написано так, что минус d омега по dv должно равняться p. p должно равняться вот этому. Давайте я прямо p вычисляю. Это минус d омега по dv. На постоянных других элементах. Значит, дифференцируем по v. Первое что? Вот каждое суммирование по p, это сумма там по px, по y, по z, она на самом деле всегда даёт объём. То есть это что? Как пропорциональный объём. Поэтому первый член – минус омега, делённое на 2, пожалуйста. Следующий член – это то, что у нас, в принципе, энергия может зависеть от объёма, да? Значит, тогда плюс t – сумма производная от логарифта. Это единица за единицу плюс e в степени минус ε минус z на t. Так. А здесь дифференцируем то, что там был объём. z и t у меня постоянны, поэтому на самом деле, значит, у меня будет единица на t плюс минусом, допустим, d ε по dv. Объём спектра может меняться от объёма или нет? Почему нет? Ну, вообще-то говоря, да, но тогда мы должны ввести параметр, который описывает это изменение. Это то, что, значит, в этой науке твердотель называют деформационным потенциалом. Впервые он введён был, насколько я понимаю, по-видимому, для полупроводников в своё время. Так. И был введён деформационный потенциал. Вообще говоря, подобно тому, как вот делается в той же фирме жидкости. Просто изменение энергии частиц при изменении объёма считалось, что это есть некая константа на вот это изменение объёма. То есть d ε по dv равно некой константе какой-то. Вот самое простое, что можно предположить. Далее можно предположить, что эта константа зависит от импульса и прочего. То есть ввести опять феноменологический параметр, описывающий такое взаимодействие. Откуда оно происходит? От того, что мы деформируем, изменяем объём и изменяется при этом спектр. И не будем давайте учитывать вот это деформационное взаимодействие пока. Мы просматриваем, нас интересует хват от вот этого фирме жидкостного нашего взаимодействия. Как бы простейшая модель получается? Простейшая модель, когда спектр не зависит от этого. Тогда вот этого нет у нас. Вот этого нет. И у нас остаётся вот это. Давление омега на V, равно минус омега на V просто. ДП по ДВ, ДП по ДВ, ДП по ДВ, это соответственно будет минус, плюс, минус, единица на V, Д омега по ДВ. Д омега по ДВ. Вот эту величину мы и должны вычислить. И, соответственно, модуль укропости, это есть минус лямда ДП по ДВ, ДП по ДВ, это есть минус омега на V, плюс идиница, плюс Д омега по ДВ. Д омега по ДВ. Вот эти штуки нужно вычислить. Так. Так. Эээ... это П на В, и Омега фактически это П на В, поэтому П на В здесь останется П, а здесь П по ДВ. Эти два члена тогда сократятся у вас, конечно, потому что если Омега Ф на В, Омега минус П на В, то здесь будет минус П на В квадрат минус единица на В плюс П на В, вот это Дельта ДВ от П. Значит, когда В сократится, это будет П на В. Так, почему не квадрат тогда? А, ну здесь тоже первая степень, потому что одна сократилась уже. Минус П на В, так, плюс П на В и плюс В сократится, останется ДВ по ДВ. Ну вот это все сократилось, осталось ДВ по ДВ. ДП по ДВ, и, значит, ДП по ДВ, значит, это я вот ДП по ДВ как написал. А, соответственно, модуль упругости, так, это с минусом сократилось, это будет с минусом, тогда вот это остается В на ДП по ДВ. Ну, то с чего начали, с того, куда и пришли. Минус В, ДП по ДВ. Так, минус, где он минус у нас? А, в Омега вот минус, так все, вот здесь минус ДП по ДВ. Если, с чего начали, то к тому и пришли, потому что вот этот множитель, объем, который сидит здесь, мы фактически выучили. Теперь дифференцируем вот это П. П, это есть Омега на В, оттуда уже В первая степень исключена фактически. Так, дифференцируем это, это есть просто ДП по ДВ и ДП по Д, химический потенциал. Если мы вычисляем при постоянной температуре, то у нас может еще химический потенциал меняться, так, значит, при изменении объема ДВ. То есть нам нужно учесть еще бы изменение химического потенциала, вообще так говоря. То есть мы должны были бы написать минус В, ДП по ДВ, значит, при постоянном химическом потенциале, например, ДП по ДВ, ДЗ по ДВ. Вот у нас что должно быть. Вот эти, причем вот это ДЗ по ДВ определяется, конечно, условием постоянства числа частиц, просто и все. Так, вот эту штуку нужно вычислить для того, чтобы получить модуль в области. Ну, значит, ну вот это я и хочу вычислить. При этом, опять, если не учитывая деформационное взаимодействие, то у меня окажется единственный параметр, это вот этот ДЗ по ДВ. Вот этот параметр только и сработает. Так, ну давайте перерыв сделаем сейчас. Ну, просто после этого вычислили сжимы до конца. Я позвоню просто. Ну, значит, давайте вот это ДЗ по ДВ еще должно быть и ДП по ДЗ. Чтобы я хочу просто общую формулу получить, чтобы потом преобразовать ее. Так, это все должно быть. Ну, значит, ну первое, ДП по ДЗ. Во-первых, ДП по ДЗ. Это, так, это ДДЗ от минус Д омега по ДВ. Так, это довольно. Или, соответственно, ДП по ДВ от минус Д омега по ДЗ. А это В на В. Это число частиц. Н большое. У меня отходность числа частиц. Так что это Д по ДВ от Н на В. Соответственно, это есть Н плюс Д плюс В. Д, ДН по ДВ. Вот так. Так, должно быть. Так, теперь ДЗ по ДВ. ДЗ по ДВ. ДЗ по ДВ. Ну, конечно, есть постоянство полного числа частиц. Н на В равно конца. Полное число частиц. Дифференцируем по В. Получаем Д по ДВ от Н на В. Так. Д по ДВ от Н на В. Так. Мы полное тогда производим Д. Д по ДВ. Д по ДВ. Вот это вот мы дифференцируем. Это будет. Значит, Н плюс В. ДН по ДВ. ДН по ДВ. ДН по ДВ. Это будет, соответственно, Н плюс В ДН по ДВ и плюс В ДН по ДЗ. ДН по ДВ. 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 Ну, и эта производная полная, конечно, равна нулю, поскольку это все равно константе. Равно нулю. Отсюда вот ДЗ по ДВ. ДЗ по ДВ, который мне здесь нужен, по ДВ. ДН по ДВ, она получается равна минус Н плюс В ДН по ДВ. Так. На что тут? На В ДН по ДЗ. Да? ДН по ДЗ. Так. Значит, так ДН по ДВ. Что-то с размерностями не то, да? Сейчас мы напишем здесь Н на В. Н. А здесь сократилась, она сократилась тоже. Вроде все правильно. Так. В на ДН по ДЗ. Так. Здесь Н. Так. ДН на В. З. Так. На В. Ну, в общем-то, правильно все. Так. Это вот теперь уже не равно на В. Вот оно относится не туда. То есть вот это ДЗ по ДВ. Тогда формула получается для нашего модульной упругости. Вот давайте здесь напишем. Грант ДТ. Грант ДТ. Это есть минус В ДП по ДВ. Вот оно у нас так. Следует. А здесь будет минус. Вот этот минус. Вот этот минус. Так. Дальше стоит ДП по ДЗ. Или вот эта штука. Или вот эта штука. ДП по ДЗ будет. И вот здесь точно такая же штука. Так что это будет Н плюс В на ДН по ДВ. Квадратик. Деленная на ДН по ДЗ. Так. В куда у меня ушло, так сказать. В. Вот. Да. Вот здесь еще. Вот это все. Вот. Вообще говоря, вот формула, которая у нас получилась, по которой нужно все это рассчитывать. Опять. Если нет вот этого деформационного взаимодействия с спектром, не засчитать независимым от объема, то тогда вот это конечно нужно. Так. Потому что другого нет. Дальше. ДН по ДВ тоже надо. Потому что Н это сумма по П, так сказать. Единица на В, сумма по П от Ф от Ф. Там входить можно только через вот эту энергию. Если энергия не зависит от объема, нет деформационного взаимодействия, то вот это тоже надо. Так. И у нас тогда остается в действительности для модуля упругости простое совсем выражение. Тогда остается с плюсом, во-первых. Во-вторых, Н квадрат здесь. В сокращается. А здесь остается ДН по ДЗ. Вот. Все для этого модуля упругости. Вот модуль упругости как должен рассчитываться. Вот это, так сказать, величина. Ну, вообще-то говоря, это некая термодинамическая величина. К сожалению, не имеющая названия в термодинамике. Но она сплошь и рядом возникает. Значит, скажем, при нуле температуры это вообще-то, говоря, то, что называют плотность состояния, если есть. Вот это Н, это единица на В, сумма по П, это П. И в простом случае, когда частная такая производная берется, то есть ДН по ДЗ. Это единица на В, сумма по П, ДФ по ДЗ. Так. А это, поскольку В у нас функция, это функция от Эпсила минус З, сумма на В. То это есть с минусом, минус ДФ по ДЭпсила. Так. То есть это единица на В, сумма по П, минус ДФ по ДЭпсила. Ну, и если 0 температуры, то это дельта функция по энергии. И это будет плотность состояния, значит, какая сложные плотность состояния при энергии равной энергии фирмы. То есть это плотность состояния при энергии равны энергии фирмы. При нуле температуры это вот эта штука. При отличной от нуля температуры, и не имеющая специального названия в термодинамике, к сожалению, но понятно, что она вообще-то везде будет появляться и хорошо бы, если бы она какое-то название имела. Химический потенциал, понятно, что это энергия, в которую нужно затратить, когда добавить частицу в систему и так далее. Здесь нечто аналогичное только по части восприимчивости, насколько нужно сделать, чтобы на единицу изменить химический потенциал, сколько нужно добавить частиц. Такая, как бы, своего рода восприимчивость. Название не имеющее, но постоянно встречающееся, и у нас будет, конечно, тоже постоянно встречаться, если что-то вычислить. Иногда ее в литературе тоже называют плотность состояний, такая термодинамическая плотность состояний. Не микроскопическая вот эта, как распределены уровни энергии, а как распределены состояния в термодинамическом смысле. Аналог, термодинамический аналог этой величины. Вот она у нас здесь и возникнет. И она постоянно будет везде возникать, конечно. Если что-то считать, такое термодинамическое, всегда возникает, конечно, эта величина. К сожалению, действительно никакого такого названия специального не имеющего. Нам, собственно, ее и нужно посчитать в действительности. Если мы ее для нашей фирмы жидкости посчитаем, подставим сюда, мы получим сжимаемость, которую ищем. ДН по ДЗ, как считается? Н, это Д по ДЗ стало быть, единица на В, сумма по П, Ф от П. Дифференцией, значит, где? Значит, единица на В, сумма по Ф, а здесь одна производная, конечно, Ф от П, вот это С, это просто. Так? А дальше, у нас еще там спектр энергии есть. Там стоит вот это, Ф от П, единица плюс Е, епсилон, П. И вот это, это есть вообще такое функциональное уравнение для нахождения Ф от П, и, соответственно, энергия будет зависеть тоже от всего тогда, как функционал от функций распределения, в том числе от химического потенциала. Поэтому это есть ДФ по ДФ и епсилон здесь еще, ДЭпсилон по ДНЗ. Вот такая штука. Так, теперь, значит, ну давайте, вот это, вообще-то говоря, значит, с минусом ДФ по ДЭпсилон, так, и я это могу записать как, значит, единица на В, сумма по П, минус ДФ по ДЭпсилон, и вот здесь ДФ по ДЭпсилон, и вот здесь ДФ по ДЭпсилон. Здесь плюс, да. Теперь, значит, здесь тогда будет единица минус ДЭпсилон по ДЭпсилон. Вот так. Вот, вот у нас нужная нам величина, вот она. Нужно вычислить вот эту штуку. ДЭпсилон по ДЭпсилон по ДЭпсилон. Так. Вот у нас что есть. Больше ничего нет. d ε по d z, d ε по d z, это тогда, это есть следующее. Это есть символ по p', f по p', а здесь z входит вот сюда, функция распределения. Поэтому здесь будет d f по d z при постоянной энергии и плюс d f по d ε, d ε по d z. А здесь будет d ε по d z, опять, так. Ну, вот опять видно, что, ну, это можно опять заменить на минус df по d ε, так. Ну, как-то, как я привык просто. Сумма по p' f, f, p' минус df по d ε, f' по d ε, f' вот это df. df, p' по df, p' замени. Так, и будет второе слагаемое. Плюс, 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 плюс. Так, ну, все, я стерта формулу. Ну, ладно, сейчас мы ее восстановим. Так, плюс сумма по p' штрих, f, p, p' штрих, так, df, p' штрих, так, ну, и d ε, p' штрих, пожалуйста. Вот, это интеграция, вот оно, d εp по d z равно сумма по p' штрих, f, p, p' штрих, минус df, p' штрих, по d ε, p штрих. Так, все, плюс, следующая сумма по p' штрих, p, p, p' штрих, df, p' штрих, по d ε, p' штрих, а здесь d ε, p' штрих, по d, p' штрих, по d, p' штрих. Вот, вот та величина, которую мы имеем, вот интеграционное уравнение, из которого ее и нужно искать. Что отсюда видно? Вот здесь, здесь функция только от энергии, так, поэтому по углам можно взять и проинтегрировать все. По углам проинтегрированные у нас останется только их центр разложения по п' штриху, а0, так, то есть вот здесь, вот эта функция, f, p' штрих, разложение ее у нас такое, единица, она же на плотность состояния, а здесь была сумма по y, от 0 от бесконечности, 2y плюс единица, a, y, а здесь по динаму лежандра, по r от 80 гал. Так, вот, интегрируем по углам, вот это от углов не зависит. Поэтому интегралы по углам со всеми по динаму лежандра, кроме нулевого, дадут 0. Поскольку, значит, а нулевое по динаму лежандра, это просто единица. Поэтому, значит, даст просто плотность состояния, при равном нулю, это единица будет, здесь будет а0, даст плотность состояния, плотность состояния сократится, и останется а0 только. То есть вот это, вообще говоря, даст просто коэффициент а0. Все, пусть не интегрируем. Так, здесь что? Здесь, вообще-то говоря, значит, ну, можно по-разному, конечно, поступать, но на самом деле это тоже от углов ничего не зависит. Вот это. Поэтому здесь тоже, конечно, останется только а0. Вот это даст, это производная с минусом, поэтому даст минус плотность состояния, а0 на плотность состояния. А вот эта штука, она не зависит от, значит, этого P. Так, почему? Потому что, вот мы видим, что d ε от P по d z равно константе какой-то и интегральный член такой. Вот оно, прямо вот это свидетельство о том, что это константа. Причем здесь тоже, значит, никаких угловых зависимостей не содержит, потому что все по углам проинтегрируется, останется вот это. Константа, вот константа, вот константа от модуля P, она от модуля P зависит, конечно, а от каких-то угловых зависимостей P не зависит. Поэтому отсюда получается следующее. Вот это d ε d d z равно а0, так, здесь будет с минусом, потому что вот это производная 3ц, так, поэтому здесь будет минус а0. Ну, точно так же это возникнет плотность состояния, а это константа, которая там есть. То есть вот это d ε P, уже не важно, как d z, поскольку от P и по штриху, P и по штриху на поверхности фирмы, фактически. Тогда d ε P от d z получается равным так, чему? Вот чему а0 на единица плюс а0. Вот чему получается а0. Единица деленная а0 деленная на единица плюс а0. Куда мы это должны подставить? Туда, где я стер. Сюда, вот здесь. Здесь стер, вот что он. Так, и что я стер. Вот у меня была единица минус d ε по d z. d ε по d z, а что еще здесь было? Минус df по d ε, что ли, да? А сейчас что? Сумма по P. Сумма по P. Е на чему равнялась? Единица на v. Единица на v. Единица на v. Е это было dn по d z. d? dn по d z. dn по d z. Сумма частная. Вот она, да. Вот это. dn по d z. Вот она была. Так что, продолжаем тогда. У нас вот эту штуку мы нашли. У нас получается единица на v сумма по P минус df по d ε. Так, ну, видно, что это единица, деленная на единица плюс a0. То есть, единица, деленная на единица плюс a0. А здесь сумма по P минус df по d ε. Так, ну, и единица на v еще. То есть, это то, что называется плотностью состояний. То, что у нас было обозначено как плотность состояний. Единица на v сумма по P минус df по d ε. Это и даст то, что мы обозначили. Так, так что у нас получилось, что вот это dn по d z. Это и даст то есть плотность состояний, деленная на единица плюс a0. Единица плюс a0. Теперь мы это должны подставить вот сюда. Так, значит, мы получаем тогда m квадрат на d, на вот это g, на g. А единица плюс a0 пойдет вот сюда. Единица плюс a0. Вот, пожалуйста, модуль упругости для этой фермерческой шуткости. Вот это, это модуль упругости для электронного газа просто. Для вот такого, фермерческого газа. Это λt0. Это модуль упругости для фермерческого газа, которым он обладает просто по простой причине. Что фермерческий газ, когда все состояния заполнены, его жрать нельзя. Это вот, это та упругость, которая, ну, из-за чего металлы, например, жрать трудно не только потому, что там есть решетка, но еще нужно сжимать электронный газ. И модуль упругости решетки электронного газа примерно одинаковы. Так что, поэтому нужно сжимать. Или там белых карликах, фермерческие белые карлики, это когда все на солнце сгорит, все там без водорода белый превратится. Дальше это будет все остывать и сжиматься, соответственно. Остановится чай. Вообще давлением электронного газа. Электроны будут все плотнее и плотнее, станут фермерческими. Квантовые законы вступят в струканы для легких частиц, прежде всего для электронов. Они станут фермерческими, все состояния заполнены, а также сжать трудно, потому что никуда уже не распределишь. То есть фермерческий газ обладает определенным таким давлением. Вот это давление этого газа, оно и уравновесит, это гравитационное сжатие, это звезды белые карлики. Вот как раз вот этот мозг упругости, там и определяет равновесие. А во взаимодействии с системой, вот оказывается, вот такой первый коэффициент разложения той самой функции. Вот фермерческого взаимодействия, который мы били, он, так сказать, сработает здесь. Ну и вот, значит, никаких ограничений пока на него нет, он немало, ничего, все. Как это, что получается при применении к жидкому гелию, мы потом поговорим, все. Теперь, значит, что я еще хочу сказать. Так, у нас какое время есть? Когда должно кончиться? Поскольку мы начнем. Поскольку угодно. Ну вот давайте я просто, чтобы с термодинамикой закончил. Сейчас скажу. Мы точно так же можем вычислить и другие величины. Из таких, не связанных со спин, из самых характерных. Это, конечно, теплоемкость еще. Теплоемкость, значит, вычисляется просто. Я не буду это делать, я просто результат напишу. Значит, теплоемкость, это DQ по DT. Так, а DQ, это T на DS. Изместность, с термодинамикой. Так что это T на DS по DT. Вес у нас, тем более, есть, вот в теплоемкости. И можно взять и вычислить все это дело. Так, и там зависимый спектр, температуру добавить, все это там сократится. В общем, в конце концов, получится то старое выражение, которое для теплоемкости получается и для газа. Значит, результат при низких температурах, конечно, будет π квадрат натрий. Здесь будет T. А, ну, будет плотность состояния. Вот та буква G, которую я написал. И на температуру. Вот что получится для теплоемкости. Где тут фермижидкостные взаимодействия? На самом деле, только вот в этой букве G. Плотность состояния для фермижидкостного газа это N по эфиру на π квадрат h в кубе. Если газ вот такой, ε на π, π квадрат на 2m. То есть вот эта вот масса, это та масса, которая должна вот фигурировать в теории фермижидкости. М0 на единицах на сайте. Вот. Теплоемкость, линейные функции по температуре, всем это известно. Между прочим, когда сейчас обсуждают регулярно, как бы, так сказать, системы, в которых фермижидкость не работает, а другого типа системы, так, то, ну, часто, так сказать, в разговорах понимают под нефермижидкостным поведением отклонение от этого закона. На самом деле, отклонения от этого закона могут быть вызваны массой причин, не связанных с фермижидкостным поведением, с фермижидкостной структурой, что ли, системой, с фермижидкостным характером системы, а с тем, что просто сложный закон дисперсии, там, еще что-то и так далее. Поэтому не надо путать. Вот фермижидкостным подходом понимается то, что у нас есть поверхность фирмы и есть слабовозбужденные состояния, долго живущие вблизи этой поверхности фирмы. Почему вот мы свои слабовозбужденные состояния можем, ну, как бы науку все развивать, считая, что они существуют, все прочее. Действительно, время жизни этих состояний большое, если они были слабовозбужденны. Оно одно, скажем так, по температуре, квадратично по температуре. Поэтому до таких, как следующих, первых поправок мы можем, так сказать, вычислять это все, это долгоживующее возбуждение. То же самое по всякому рассеянию, которое должно бы привести к, значит, размыванию этих состояний. Но на самом деле размывание – это следующий упорядок, как разумеется. То есть они достаточно долгоживущие. То есть хорошо определенные состояния вблизи поверхности фирмы. То есть вблизи границы, разделяющие занятые и незанятые состояния. То есть вот существование поверхности фирмы, наличие слабовозбужденных состояний вблизи границы, разделяющие вот эти занятые и незанятые состояния – это и есть вот основа этого фирмы-жидкостного подхода. И далее все формулы у нас опять пишутся так, что у нас входят величины везде, вблизи энергии фирмы. Потому что у нас везде входит производный ДФ по ДЭПСЛ и отклонения, которые вблизи тут. ДФ по ДЭПСЛ при низких температурах – это резко обменяющиеся функции, только вблизи границы фирмы. Отличные от нуля. И все, и вот наши эти энергии, и все прочие, и другие величины, и функции взаимодействия – все входит при импульсах, вблизи границы. Ну, строго говоря, при нашем подходе они вообще на поверхности фирмы входят. Но на самом деле мы все рассматриваем вблизи границы фирмы. То есть, поэтому вот наука – это так устроено, что те состояния, которые, казалось бы, далеко лежат, и для которых масса там, ну, возражений можно сказать по поводу вот такого описания, они как раз не важны. Важны только те, которые входят на поверхность фирмы. Или вблизи нее. Потому что все величины, вот даже при нашем вычислении вы видели, что не всегда у нас входит, везде входит вот это. Д, Д, Э, И, И, и все связано с ним. Вот так эта наука устроена, что она приспособлена прямо для описания вот слабо возбужденных состояний вблизи границах. Так, так что вот для теплоемкости. Что для теплоемкости? Влияет ли фирмы жидкостное взаимодействие на теплоемкость? Во всех книгах, естественно, написано, что не влияет. Потому что вот все, та же самая формула, только вот здесь. Ну, вот единственное, что входит в состоянии, входит в письме, и там все. Больше ничего. Больше, вот вжимаемости, допустим, есть, в эффективной массе есть, а в теплоемкости нет. Явно никак не входит. На самом деле есть, значит, причины, по которой фирмы жидкостное взаимодействие может в теплоемкости проявиться. Потому что теплоемкость, это вот мы варьируем температуру, и температура, это всегда отклонение от энергии фирмы. А разложение мы всегда, вот для этих функций пишем, считая, что импульсы лежат на поверхности фирмы. А при рассмотрении вот тепловых явлений, при рассмотрении температуры, эти импульсы мы должны бы учитывать то, что они могут лежать и не на поверхности фирмы. То есть, вообще-то говоря, надо написать еще разложение по вот отклонению этих импульсов, модулей импульсов, от энергии фирмы. И вот эти поправки, они на самом деле вот эти... Привет, у тебя занятия ждать? Прямо сейчас? Ага, сейчас заканчиваем. Все. Так, вот эти поправки могут оказаться, так сказать, проявиться в теплоемкости, в тепловых явлениях. Поправки связаны с разложением этой функции по модулам, не по углу между этими импульсами, а по моду, по модельным импульсам. Вот это то, что может быть в термодинамике. Последнее, что я хотел бы еще раз смотреть, это спиновые вещи, как учесть спин, и спиновых, значит, таких термодинамических функций. Это, конечно, магнитная восприимчивость. Спиновая магнитная восприимчивость, там тоже взаимодействие, вообще-то говоря, проявляется.